эта штука называется клетка она нужна для того чтобы закрепить камеру и на нее сюда уже сверху допустим цеплять какие-то ручки дополнительные мониторы микрофоны там фоллоу фокус вот эти рельсы нужны для того чтобы фоллоу фокус цеплять ее мне прислал один из моих зрителей один из моих друзей на этом канале виталий тебе огромное спасибо за эту клетку он не подарил это прям очень приятно прям огромное тебе спасибо и вот эту клетку а я планирую как бы так скажем научиться использовать потому что это довольно такая нелегкая штука получается если сюда еще добавлять микрофон монитор ручки фоллоу фокус это прям то есть это как бы инструмент чтобы превратить вот такую обычную камеру в более удобный инструмент именно для съемки каких-то видеороликов вы наверное слышали про то как создается контент про то откуда могут браться идеи и я хочу на своем примере рассказать про то как я придумываю свои ролики причем как какие-то выдуманные истории так и даже какие-то ролики где я делюсь информацией где что-то рассказываю и на примере а вот того ролика который мы снимали на улице с ольгой а это получается как некая моя интерпретация сцены которую я смотрел давно в одном из сериалов про там каких-то монстров про зомби в общем я не старался как бы скопировать это все один в один но это послужило неким вдохновением и смотря разные фильмы на тему хоррор так скажем да а я получается нашел для себя какие-то моменты которые я хотел бы воплотить но в неком как бы своем так скажем формате и получается некая насмотренность она всегда очень позитивно влияет на возможность что-то создавать на возможность что-то делать и получается вот этот ролик я создал именно как бы из из расчета своего прошлого опыта когда я смотрел вот другие какие-то фильмы на похожие темы учитывая мои мысли это что я увидел она как бы вместе срастается и получается некая допустим видео которое уже как некий продукт мой да то есть как что-то что создал я и получается на примере фильма изоляция это опять же смесь фильмов про космические темы про какие-то катастрофы и сюда также очень сильное влияние на меня оказал фильма космическая одиссея стены кубрика и вот это все вместе она вот как бы вот сложилось вместе со моими мыслями с моими идеями все это вместе послужило тому что а появился собственно вот этот вот проект и по сути если разбираться то любое что-то созданное любое что-то придуманное она является вот как раз таки неким соединением опыта человека того что он увидел того что он узнал того что может быть захотел повторить и так скажем нет ничего плохого в том чтобы пытаться повторять за кем-то даже я получается когда смотрю какие-то ролики например на какие-то темы они соединяются с моими мыслями по этому поводу и все это вместе она как бы приводит к тому что появляется уже мой ролик и это не в не в том плане что я там что-то копирую или что-то там пытаюсь как-то заимствовать но некий вот этот синтез получается когда соединяется чужое и свое и в итоге рождается еще что-то третье это всегда очень интересно и очень сильно соответствует как раз таки процессу творческого создания творческого пути если а на каком-то допустим этапе сложно что-то придумать то я вижу один из самых простых способов это что-то пытаться скопировать пытаться что-то повторить внеся что-то свое а допустим взять какую-то сцену а не пытаться точно также и и как бы обыграть но допустим добавить в эту сцену какие-то свои элементы какой-то свой опыт пережитый пропущены через свою призму исходя из этого мы подходим к выводу о том что иногда что-то а смотреть читать повторять за кем-то пытаться что-то позаимствовать что-то вот как бы пропустить через себя и в итоге чтобы получилось 3 это нормальный процесс творческого созидания творческого создания и в этом нет абсолютно ничего плохого если это не как бы становится простым копированием а идет именно синтез своих каких-то мыслей и опыта и допустим чего-то что вы увидели или узнали и в принципе я как бы вообще приветствую даже если кто-то пытается у меня что-то например позаимствовать по сути для этого я и ну и веду этот канал и пытаюсь что-то снимать и выкладывать для того чтобы кого-то вдохновить кого-то допустим кому-то что-то подсказать кому-то дать некие вот образы для дальнейшего размышления для дальнейшего творчества который можно использовать не только в каких-то там художественных работах но и допустим каких-то повседневных даже заказах например да я когда активно занимался фотографии я очень много смотрел фотографий других фотографов чем кстати они известнее тем лучше даже какие-то вот их приемы их какие-то техники я пытался пропустить через себя и в итоге таким образом как бы шаг за шагом шел мой рост и шло развитие поэтому не бойтесь что-то заимствует что-то пропускать через себя потому что ну прям сильно одинаково скопировать это еще надо постараться а чаще всего при заимствовании при переработке так скажем да через себя а получается что-то новое что-то совершенно другое хотя может показаться что допустим ну как бы мы это все копируем это все как бы пытаемся повторить и в любом учебном заведении которое нацелено на какое-то искусство например рисование или танец там всегда есть элемент копирования и подражания мастеру и это как бы нормальный процесс обучения когда мы пытаемся что-то копировать у тех кто уже что-то сделал и поэтому я да сейчас смотрю какие-то фильмы иногда бывает теряю как бы вот нить повествования потому что начинают думать а вот здесь бы я ну мог какие-то для себя приемы взять попробовать их применить вот в такой то сцене например а и потом ловлю себя на мысль о том что я ну перестаю понимать о чем идет фильм потому что мысли унеслись уже а в какой-то творческий процесс вот поэтому не бойтесь творить не бойтесь что-то смотреть что-то заимствовать пропускать через себя через свой опыт соединяйтесь своим опытом сейчас я снимаю на камеру canon 5d mark 2 а вы можете посмотреть как сильно отличается картинка с полнокадровой камеры от картинки с телефона хотя картинка с телефона мне тоже нравится на она классная она как бы быстрая вот перед тем как сейчас начать снимать я потратил около двух часов своего времени чтобы найти какую-то подходящую точку какой-то вот свет что-то вот как бы то что меня устраивает когда я снимаю на телефон а я немножко проще воспринимаю процесс а съемки потому что ну как бы съемка на телефон она больше как а как документальная как именно а показать то что происходит как бы вот в реальный момент и вот эта клетка который мне подарил виталий она как раз для меня является неким таким следующим шагом в сторону моих проектов надеюсь в ближайшее время что-то поснимаю у меня есть в планах на ближайшие пару дней небольшая съемочка надеюсь все будет классно она получится в любом случае буду снимать влог и кстати это еще одна из причин почему я решил продать камеру canon 200d потому что носить собой вот этот большой агрегат 5d еще и в клетке еще я буду докупать монитор там ручки все такое то есть это все получается очень громоздко очень тяжело мне хочется еще помимо самой съемки еще и документировать процесс к процессу именно как бы ну типа как бэкстейдж типа как вот как это все происходит как бы за кадром и носить собой там две камеры там штативы все такое так и бы но тяжелее так скажем поэтому я лишь решил немножко пойти ленивым путем и решил все снимать а так скажем на телефон именно в плане как бы влога бэкстейджа а какие-то допустим ну вот большие проекты какие-то творческие съемки это все уже она 5d марк 2 или на какие-то допустим другие камеры если у меня будет появляться возможность взять их и ими попользоваться на каком-то проекте увидимся в следующем ролике